с голландией на поставку крупной партии нефти то есть на какой-то там период времени я уже не помню но у них их как договоре было о том что саудиты сами поставляют нефть за свои за свой счет до порта голландии и тем самым для них сейчас это просто невыгодно а у нас договор о том что до по российской территории мы оплачиваем до границы и остальное забирают уже европа забирает за свой счет то есть по трубе также идет да просто платят остальным странам там транспортировку тем самым нам выгодно в чем в том что наша нефть она себестоимость ее около пяти долларов за баррель всего-навсего даже при всех транспортировочных этих транспортных расходах и все прочее даже если она будет стоить 18 долларов мы будем и поэтому я так думаю подозреваю что сейчас господин владимир владимирович может сделать ставку такой что скажет европе и китаю что наша нефть будет продаваться за рубли а лучше всего за золото да да вот вам называется доллар доллар упал ушел в небытие ну сейчас посмотрим как будет события проходить и но я бы на я бы например то именно так поступил его национальную валюту как бы поднять ну конечно да и вот еще вот приятный диалог получился и еще одну прямо вот такой вот сегодня как такой вот день что вот как раз таки с выходцами с крайнего севера общаюсь и вот смотрю но такое ощущение как будто ну у вас сейчас такое вот утро уже ну да сейчас я скажу сколько у нас у нас 5 часа утра без 7 минут у вас уже 12 ночи должно быть без 7 минут час ночи час или 12 полночь и 53 минуты а все понял вообще редкость я очень как вам сказать не то что сожалею да смотрю как идет деградация населения вот ну конкретно вашего да вот часто общаюсь но с такими вот как вы все чаще и чаще начинают попадаться мне люди которые вот ну без зашквара без просто разговариваем об экономике там и все прочее там подобно все ну вот такое дело замечаю тенденцию видимо либо 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 люди начинают но не то что умнеть да я не говорю что там тупые там или кто-то умнее там кого-то просто люди начинают включать голову рациональное мышление а вот с такими как вы вообще очень приятно общаться честно говоря я прям не то что поражен да ну мне до такой степени душевно такое удовлетворение я получил общаясь с вами поэтому приглашаю вас к нам нам такие люди очень смотрите я ни в коем ну просто но то противоречит мне вот именно ну конфликтовать там ну скажем так быть агрессивным но это не не мое все мне нравится что тут узнать интересное поверить по душам бог с ним что как бы мировоззрение как бы не совпадают или же идея но тем не менее нужно оставаться людьми в первую очередь да вы знаете вообще на протяжении всего так сказать человеческого бытия я сейчас вот так вот учусь уже посвятило здравствуйте всегда должно быть должны быть конфликты интересов такого не может быть чтобы там все сообщество думала в одном ключе правильно у кого-то так у кого-то эдак поэтому так должно быть но нужно находить компромисс вот что самое главное в чем это все точки соприкосновения да зачастую просто скользко не могу теперь вот а зачастую а вот кстати знаете я хочу сказать что хотел спросить а вы за границу ездите работать да а кем администратором гостиницы на ресепшн я понял так вот я с одним человеком кстати тоже с украины и он пилот как выяснилось он пилот на самолете вот и послушав меня он мне говорит что ты мне можешь рассказать водитель беллаза какие-то там какие-то темы при послушайте ну как как объяснить мне нравится эта профессия мне просто нравится я люблю водить большую машину тем более что это профессия мне приносит хороший заработок так сказать хорошо оплачиваемых вот и поэтому то что я раз разносторонне развит это же еще у нас очень много беллазистов у которых лучше образовать так что теперь говорите о том что они все тупые потому что заработать на беллазе для меня так каждая профессия нужна каждая профессия важна так что главное чтобы человеку она нравилась это во-первых которых но за границей сколько я вот тоже вот людей увидел выходцев из бывшего советского союза из молдовы из белоруссии из россии из украины то есть которые тоже были там свое время профессорами там докторами или же учителями тем не менее сейчас работают типы люди такие конечно не такие высокооплачиваемые работы которые у них были раньше но тем не менее они не потеряли своего лица они трудятся и честь им их глаза это это интеллигенция и как бы родители вот учили меня допустим тоже учили я я не я не быдло понимаете ну как бы я если ты ко мне человек хорошо относится да я никогда не буду выражаться не цензурно там все прочее тому подобное но если я вижу что ко мне человек я должен говорить с ним на уровне на уровне его понимание так чтобы он тоже начал я к это психологии занимался интересно так не было я плотно занимался вот и поэтому как говорит с быдлом побыдлячи да все зависит от ситуации если как бы там ну в середине диалога там что-то какая-то перепалка завяжется ладно еще там можно как бы этому так пару поругаться а если там сразу же тебя там посылать на три буквы то смысл даже начинать я сразу же ну их переключаю не вот именно но такие ли такие люди детки труды вот так вот ну все равно не до этого мне попались мне попался до вас буквально такой вроде мужчина приятные наружу разговаривал сначала а потом но мне вот начал я же говорю за то что что вы там производите что вы там как бы медицины нету я начинаем а какая у вас там медицина я начинаю отвечать на его вопрос он не начинает перебивать давайте будем вести правильный диалог ответ вопрос вопрос ответ понятно что я хочу вам ответить на ваш вопрос я буду отвечать и у меня постоянно перебивает 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 и потом как раз и слез он не захотел слышать те факты вот как вот который я вам сегодня рассказал да вот я живу на север на крайнем севере где блин я вижу новости только вот ну по телевизору больше я никаких новостей не могу ничего сказать люди тоже не могут честно потому что они живут рядом со мной точно так же все это дело видео но я вижу как вы какая какой идет упор упор именно на технику безопасности это у нас сейчас вообще в приоритете у нашего руководства именно комбината первую очередь техника безопасности в первую очередь как климат для работников нас сауны бани в каждом предприятии столовая еще тогда еще как раньше была столовая заводская столовая на каждом предприятии взять на как вот я езжу да я работаю там на одном языка там на одном руднике на втором на руднике у нас 5 руднику на каждый рудник приходишь и там столовая как положено 1 2 3 все дела обеды и на любой приехал и все это все это есть не надо не пропускание да ничего не надо у меня форма моя да она является пропуском то есть у меня здесь на риски никель написано моя форма ну обычная роба меня обеспечивает полностью всеми теплыми вещами абсолютно кроме только курсов трусов не дают носки тапочки банные тельное белье два комплекта два комплекта вот эти вот роба штаны два комплекта теплых вещей ботинки зимние ботинки летние то блин сиз эти средства индивидуальной защиты каждый месяц перчатки мыло мыльно-рыльное то есть мыло обычное мыло да потом такая паста для сильного загрязнения то есть